Олег Демин начинал карьеру в автотранспортной отрасли Самары водителем автобуса еще 40 лет тому назад. Ветеран до сих пор помнит слова первого своего наставника. Раз пришел в профессию, становись профессионалом. Последние семь лет Олег Демин старший контролер технического состояния транспортных средств автобусного парка. Только с его разрешения муниципальные автобусы выходят на маршруты. Свой опыт работы теперь уже он передает молодым специалистам. Некоторые из них сейчас занимают руководящие должности. По итогам года от профсоюза предприятия Демину вручили грамоту за самоотверженный труд. Благодарственное письмо за добросовестный труд и профессионализм вручили и Ине Ращупкиной. Она тоже мастер своего дела. Помогает пассажирам выбрать нужную им транспортную карту. Объясняет, как ей пользоваться в трамвае, троллейбусе, автобусе, метро и электричке. Восемь лет назад она училась профессии у более опытных товарищей. Теперь сама наставник у молодых специалистов. Люди приходят, когда новенькие, они мало что знают. Естественно, наставник дает больше, больше, больше. И люди становятся квалифицированными специалистами. Это очень важно в нашей сфере деятельности. Награждение лучших работников в городской транспортной отрасли прошло в музей транспорта. Грамоты и благодарности вручили профессионалам своего дела. Начиная от водителей автобусов и кондукторов, заканчивая медиками и менеджерами. Вручал награды руководитель городского департамента транспорта. В рамках года наставника мы проводим это мероприятие. Очень хорошо, что мы эти мероприятия начали опять возрождать и проводить, потому что ветераны имеют возможность передать опыт молодому подрастающему поколению. Для нас это достаточно серьезная проблема растить новые кадры. На транспортном предприятии эту проблему решают комплексно. Наставничество, вот этот вот институт, мы начали возрождать с этого года. Это очень важно, потому что кадры в коллективе должны быть и взрослые кадры, и подрастающий молодежь, потому что у взрослых очень большой опыт накоплен. Они могут рассказать молодежь, они перенимают этот опыт, уже внедряют его сейчас, вот в сегодняшний день. Выбирали лучших сотрудников в транспортной отрасли города не только руководство и профсоюз предприятия, но и жители Самары. Они голосовали за претендентов на победу в социальных сетях. Чтобы еще больше привлечь молодежь в профессию, студенты профильных учебных заведений проходят на предприятии практику и стажировки. А все желающие могут записаться на экскурсию в музей и познакомиться с историей самарского муниципального транспорта. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.